70-й день так называемой спецоперации российских якобы освободителей в Украине. Третий месяц тяжелых боев, смертей, разрушений, горя, слез и отчаяния. Война нервов, война фейков. Война, в которой на каждой стороне баррикад своя правда. Генштаб Вооруженных сил Украины крайне неохотно говорит о своих потерях. Около двух недель тому назад президент Зеленский упоминал о трех тысячах убитых украинских военных и о десяти тысячах раненых. Подсчет погибшего гражданского населения еще впереди. Зато ежедневно Генштаб Вооруженных сил Украины публикует сводки о потерях российской армии. 24 500 погибших, более тысячи уничтоженных танков, около двух сотен самолетов, десяток кораблей, включая флагман морского флота России с громким именем Москва. Министерство обороны России заявило о своих потерях лишь дважды. Последний раз 25 марта Генштаб российской армии рассказал о цифре, превышающей тысячу человек и почти четырех тысячах раненых. Официального публичного списка жертв не существует. Только независимые от Кремля медиа и волонтеры ведут свои реестры. Данные различных источников очень сильно разнятся. И по разные стороны этой войны совершенно по-разному ее воспринимают. Так называемые освободители и те, кого они как бы освобождают такой страшной ценой, вряд ли когда-нибудь договорятся. Мы разговариваем на одном языке. Я всю жизнь прожила в Украине. Мне никогда никто не ущемлял, не говорил, что я не на том языке разговариваю. У меня... Мы все русскоязычные здесь. Часть людей, которые были пророссийские, они обосрались. Убежали просто. Потому что они поняли, что встречать с каравайами русский мир. И свистеть только за русский мир – это две большие разницы. Наши солдаты правильно сделали, что вошли туда как в качестве группы поддержки. И зря вот эти все националисты говорят, там Россия, там, тут и все. Ну, я уж не буду ругаться, конечно. Есть посягательство на нашу территорию. Есть казус Белли, абсолютный повод к войне. Настоящий, без дураков. Официальная риторика Москвы претерпела очевидную трансформацию. От намерений свергнуть кучку наркоманов и нацистов в Киеве до... В общем, судите сами. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и деноцификации Украины. Мы не требуем, чтобы Зеленский сдавался. Мы требуем, чтобы он отдал приказ отпустить всех гражданских и отдать приказ прекратить сопротивление. Наша цель не включает в себя смену режима на Украине. Россия никогда ни на кого не нападала. Это удивительно, когда великая и могучая страна никогда ни на кого не нападала. Изменилась и реакция Запада. От осторожного и даже несколько любопытствующего наблюдения в первые дни российского вторжения до быстрой консолидации и оказания колоссальной помощи гуманитарной, финансовой и военной. Пять миллионов беженцев из Украины приняли Словакия, Венгрия, Румыния, Германия, даже США и Мексика. Но больше всего Польша. Более 15 миллиардов долларов уже выделены и еще десятки миллиардов обещаны. Киев с визитами поддержки посетили мировые лидеры. Президенты, премьер-министры стран Евросоюза, Великобритании, генсек ООН, председатель Еврокомиссии и другие официальные лица. Если Владимир Путин ставил целью сплотить Евросоюз и укрепить потенциал НАТО, это ему удалось вполне. А вот с блицкригом и парадом российских танков на киевских улицах, как на Красной площади, как-то не срослось. Страшно и горько видеть, во что превратились украинские города и села за последние 70 дней. Украинцы говорят, ничего, прогоним оккупантов, отстроим краша прежнего. И сомнений в том, вот у меня лично нет. Вот только жизни убитых уже не вернуть. И сколько еще будет жертв с обеих сторон, одному богу известно. Так называемая спецоперация продолжается. Марина Янович, Белсад.